27 учреждений профессионального образования из всех муниципальных образований Владимирской области приняли участие в этом методическом совещании. И тема для проведения областного семинара была выбрана более чем актуальная организационно-педагогические условия формирования конкурентно-способного выпускника. То есть того молодого человека, который сумеет достаточно эффективно влиться в современный, постоянно развивающийся и меняющийся рынок труда. На базе техникума открыта областная инновационная площадка по теме организационно-педагогические условия подготовки конкурентно-способного выпускника учреждения среднего профессионального образования. Сейчас для участников семинара мы проводим деловую игру, цель которой построить модель конкурентно-способного выпускника. То есть назвать те ключевые качества личности, которым должен обладать выпускник, чтобы быть востребованным на региональном рынке труда. Мы разделили участников на три микрогруппы. Это педагоги, потому что, собственно говоря, они осуществляют подготовку выпускников. Нам интересно мнение студентов, а студент на выходе, каким себя хочет видеть. И, конечно, это группа работодателей, потому что они должны принять выпускника в свои трудовые коллективы. Так как Муромский промышленно-гуманитарный техникум стал победителем на уровне региона среди учреждений профессионального образования, занимающихся инновационной работой, и получил грант в размере одного миллиона рублей, то и местом проведения областного семинара выбран был именно он. На данном семинаре присутствуют заместители директоров по учебно-методической работе, по учебно-производственной работе профессиональных учреждений в Владимирской области. Поскольку проблемы очень довольно-таки сложные, потому что подготовить конкурентоспособного выпускника это довольно сложно. Во-первых, зависит от различных условий. Материальная база – это как бы само по себе, работодатель само по себе. Очень много зависит от педагогического состава, от педагогов, от уровня их компетентности, педагогических кадров. Поэтому, поскольку учреждения инновационные, они занимаются инновационной работой, опытно-экспериментальной работой, поэтому здесь и есть новые формы работы. Вот в данном случае сейчас наши замы работают в активных формах, у них проходит деловая игра, они принимают роли соответствующие студентам, педагогам и работодателям. Поэтому, в первую очередь, мы ставим задачу – это обучение руководителя работать новыми формами, вот со своими педагогическими кадрами. После докладов и проведения деловой игры, работа областного семинара продолжилась уже по группам. В плане мероприятия – открытые уроки, лабораторно-практические занятия, уроки и практикумы, проведение круглого стола с элементами ролевых игр. Елена Петрова, Александр Симонов, Новости 24, Муром.